В центре Солярис собрались самые умные, талантливые и креативные. Участники и победители конкурсов и олимпиад. Ждали губернатора области, который нашел время, чтобы поздравить учеников и вручить дипломы победителей в номинации «События года». В Солярисе, который создавался для поддержки и развития талантов, многие были впервые. Мне очень важно, чтобы это вам все нравилось, получали удовольствие, получали здесь знания и радовали себя и своих родителей. Общение с губернатором проходило в режиме вопросов и ответов. К примеру, задали вопрос, почему в центре не изучают гуманитарные науки. Вначале такого рода центр ориентирован на естественной науке, потому что это требует лаборатории, требует крутого оборудования. Здесь оборудование, кто-то из вас, наверное, уже успел с ним поработать, оно достаточно на серьезном уровне. Если вы считаете, что надо добавить такие направления, как история, литература, я не возражаю. Впервые ивановские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Ученик года». Матвей Перов из Фурманова обучается в очно-заочной школе МФТИ. Призер Олимпиад по физике мечтает получить высшее образование в одном из престижных московских вузов. В октябре я участвовал в Всероссийском этапе конкурса «Ученик года» и оказался победителем в номинации «Интеллект года». Я попробовал себя в чем-то новом и у меня получилось себя проявить. Поэтому, наверное, я достоин того, чтобы оказаться здесь, среди всех этих талантливых ребят и тоже порадоваться вместе со всеми за успех нашей Ивановской области. Александра Кирпичева из Кохмы победила во Всероссийском конкурсе «Ученик года» в номинации «Доброволец года» призер регионального конкурса «Добрый лидер». В этом году, в следующем уже получается, в этом учебном, я планирую поступать в медицинскую академию нашу Ивановскую. Поэтому я сдаю биологию и химию. Мне больше всего нравятся эти предметы, поскольку у меня династия врачей, и я бы хотела ее продолжить. Волонтер «Доброволец» считает, Александр обладает именно теми качествами, которые должны быть присущи врачу. В актовом зале честовали студентов и школьников за особые достижения в учебе, науке, творчестве. Им присуждается премия «Надежда земли Ивановской». Активно занимаюсь общественной деятельностью, по большей части волонтерской деятельностью. Работаю в различных организациях нашей области, к примеру, ресурсный центр добровольчества Ивановской области. Сейчас создаем новое движение российское движение детей и молодежи. На вопрос, в чем секрет успеха талантливого человека, ответил «Главное идти вперед к своей цели». Ирина Афонина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова